Ксюш, такой вопрос. Вне нашей передачи ты когда-нибудь обращалась к психологу? По мне видно, да, что надо. Нет, нет, я этого не говорил. На самом деле мне очень нравится эта тенденция обращаться к специалисту по вопросам, которые тебя беспокоят. И самое главное, не испытывать стыд за это, потому что я помню, что еще когда, например, я в школе училась, не очень это было, что ты к кому-то обращаешься за помощью. Сейчас же такое время замечательное, что ты можешь не оставаться наедине со своими какими-то мыслями, проблемами и обратиться к специалисту, который действительно тебя направит в нужное русло. И не испричнит тебе никакого вреда. Да, а ты вот обращался. Я, кстати, вот очень хочу найти все-таки время и поговорить о каких-то своих мыслях, душевных переживаниях. А ты? Как-то это в нулевые было не очень принято. Как-то вот психолог был, числился в штате, но как-то вот мы этим не занимались. Ну это нулевые, а сейчас вот ты бы обратился? В 20-е. Ну, будет причина, наверное, все-таки обращусь, тем более мы знаем огромное количество хороших талантов и специалистов. Да, действительно, к нам в гости в студию приходили специалисты, которые... И продолжают приходить, и будут приходить. Вся проблема в том, что у них очередь такая, просто на полгода вперед. И, конечно, надеемся, что они как-нибудь выкроют для нас время. Ну, знаешь, я, знаешь, вот задумывалась над вопросом, что если человек по каким-то причинам не готов пойти к специалисту, но помощь ему где-то все-таки необходимо получить, что тогда делать? Ну, мы с тобой прекрасно знаем, что нужно делать, мы с тобой уже этому обучены. Дело в том, что у нас готов целый сюжет, у нас много материала, которым мы хотим с вами ознакомить. Там психолог ответит на все беспокоящие вас вопросы. Пожалуйста, внимание на сюжет. Основные признаки, по которым можно понять, что ребенок не признает авторитет родителей. Когда родитель теряет авторитет, это можно понять по следующим признакам. Ребенок начинает заниматься позицией выше родителя. То есть он пытается с ним разговаривать на равных или, наоборот, старается подавить родителя. Он старается манипулировать родителем, не слышит его, врет, да, очень часто дерзит и проявляет свой характер в части каких-то хамских моментов. И действительно, родители это начинают очень сильно волновать. Из-за чего родители теряют авторитет в глазах ребенка? Родители – это всегда пример для ребенка. А когда этот пример проявляет себя не совсем правильно, не совсем четко, логично, то, безусловно, он этот авторитет теряет. Как это проявляется? Когда родитель говорит одно, а делает другое. Когда он не вовлечен в жизнь ребенка. Когда он отстранен от этой жизни. Или когда, наоборот, проявляет гиперконтроль из-за своей тревожности. И в этом случае ребенок старается либо выстроить свои границы, либо, наоборот, привлечь внимание родителя. И складывается впечатление, что авторитет потерян. Но папа и мама – это самые главные люди в жизни каждого ребенка. Поэтому они априори являются внутренними ориентирами, авторитетами. Но когда в душе есть обида, когда в душе есть раздражение, когда в душе есть претензии, то внешне мы демонстрируем совсем другое. С детьми нужно с любовью. А любовь и благодарность – это энергия созидающая. И благодарность – это энергия взрослого человека. Истинная такая благодарность. А как вернуть авторитет? Это прежде всего начать с себя. То есть начать выполнять свои обещания. Начать интересоваться тем, как живет ребенок, что его интересует. Быть примером для него. Сдерживать свое слово. Когда ты думаешь, когда ты чувствуешь, когда ты говоришь, эти три показателя должны совпадать. Но и самое главное – наладить свое внутреннее состояние. И тогда ребенок его махом уловит и воссоединится с родителями в единую крепкую семейную идиллию. Продолжение следует...